Здравствуйте! Я всё жаловала, что у нас давно не было дождя. И вот оно, надвигается нечто. Вчера гроходало, тучи бродили вокруг да около, но ничего не произошло. А я приготовила плёнку, чтобы накрывать лук. И вот сейчас, сейчас она пригодилась, потому что уже начинает капать. Обычно такая долгая жара не заканчивается просто так. Вот любопытно, что начнётся через некоторое время. На всякий случай решила закрыть теплицу. Ну, бывали у нас случаи такие, что не особо хорошо закреплённые. Порхали по деревне, как по ТВДВ. Загрохотало. Да, как-то всё выглядит не очень жизнеутверждающе. И как всегда, мольба Перуну. Дождя нам надо, но только без града. Нет, лук, чеснок, это, конечно, хорошо. Но вот хотелось бы ещё собрать клубничку. Виноградик тут кое-где поспевает. Да, у нас действительно иногда возревает виноград Изабелла. И у меня он на новых глазах начал завязываться совсем неплохо. Но боюсь, что есть шанс со всем этим попрощаться. Ну что ж, надо пройтись на всякий случай по участку. Полюбоваться своими зелёными насаждениями. И, может быть, даже с ними попрощаться. Падают первые капли дождя. Но это именно то, что нужно. Нужно для полива земля иссохлась. Несколько недель без дождичка. Это, конечно, тяжело. Ну, полив в моём случае стопроцентен. А вот у соседей всё было немножко не так. Ну, а сейчас, сейчас посмотрим, что будет. Потому что непонятно, чего ожидать. И грянул гром, нахлынул дождь. Которого так не хватало все эти долгие дни. Чувер пристроился рядом со мной. Не любит кота водички. Ну, а карька, испугавшись громом, вообще выстроился у меня, помните, под кроватью. Я перед дождём сидела-вырезала. Но сейчас, даром, что всего лишь третий час, стало темно, как ночью. Электричество включили ещё минут сорок назад. Видимо, где-то уже успело прогреметь, что-то свалить. И сейчас, сидя под навесом, я наслаждаюсь этим великолепным зрелищем. Лишь бы не град. Наслушалась перед тем, как выключили электроэнергию пробеды, которые и постигли Германию и Бельгию. И, честно говоря, поскольку ветер идёт с запада, становится немножко как-то даже не по себе. А вдруг? А вдруг и мой ручей выйдет из берегов, как рейн, и всё затопит. Ну, надеюсь, что этого не произойдёт. Ну, что ж, посмотрим, как будут развиваться события. Пока всё хорошо. Дождичек идёт, насыщает землю, которой он был так необходим. И у нас резвятся лягушки. Да, сейчас им раздоли. Распрыгались, радостные, довольные. Ну, что ж, наконец-то их час настал. До этого они появлялись только по утрам и поздним вечерам. Но мне уже капает на спину, и пора возвращаться в избушку. Температура упрала где-то градусов на 10. 20 после 30 ощущается как-то не особенно приятно. Чё, пошли домой. Идёшь? Давай вперёд. Давай, давай. Убегай с дождя. Надеюсь, у пуньки хватило у нас прятаться в конуру. А чё надо было сделать для того, чтобы накликать дождь? Просто постирать и успеть высушить. Ну, кое-что ещё не совсем досохло. Пришлось переместить на крыльцо. Ну, а теперь это вполне реально, потому что моя крыша не течёт. И хотя тут темно, как в склепе, всё равно ясно, что изба оказалась в относительной безопасности. Я хочу проводочку поменять. Так, посмотрим, дали свет или не дали. Иначе придётся сейчас шлифовать на ощупь. Нет, света нет. Но, тем не менее, работа с блюдом продолжается. Посмотрим, что получится. Скорее бы всё-то закончилось. Шлифовка мой самый нелюбимый вариант. Ну, сейчас попробуем заняться этим, ну, хотя бы вслепую. Вот так сидишь в избе, работаешь деревяшкой и представляешь, насколько искромётным, свежим и приятным будет утро после дождя, когда капельки играют с различными рассветками на цветах, земля напоена влагой, и, возможно, даже в лесу скоро начнутся грибы. К сожалению, то, что они растут, как после дождя, являются просто фигурой речи. Это явная гипербола. А вот через несколько дней можно будет и в лес махнуть. О, что меня там ожидает? Но сейчас, сейчас, после дождичка, естественно, начнутся какие-то дела в огороде, потому что раньше вонзить лопату в окаменевшую землю было просто нереально. Да, кончится дождь, и скоро кончится, и всё заиграет вот такими яркими красками. Всё плохое, когда не кончается, хотя в данном случае дождик – это благо. Ну вот всё и закончилось. Дождик ещё продолжает слегка капать, но ни града, никаких-то других неприятностей не случилось. И сейчас я, пожалуй, не стану закрывать окно, чтобы пустить в дом приятную свежесть и озон после дождя. Ну, мне пришлось без электричества вслепую буквально, из-за того, чтобы стало мрачно в комнате заниматься шлифовкой. А на веранде, на веранде больше не капает. Какая прелесть! А это чуфырь. Что мяу? Да, дали свет. Заработал холодильник. Ну ладно, сейчас покормлю тебе. Так, вот уколо есть в холодильник не надо. На, иди сюда. Куриные головки. Любимый чуфырёвый деликатес. Всё, пошёл хомячить. Ну, давай-давай, удачи. Всё, экономим электроэнергию. Она у нас на вес золота. Продолжу вырезать и посмотрим, что будет дальше. Ну, пожалуй, дождя уже сегодня точно не ожидается. Скоро пойдём гулять с Понькой. Если не отключат по-новый свет, посмотрим интересный фильмик. Начала смотреть графа Монте-Кристо Старого. Жанна Морей получали огромное удовольствие. Какая же прелесть интернет. И как плохо, как его нет. А раньше я всё это не ценила. Ну что ж, всем всего хорошего. Пусть у вас тоже пройдёт тёплый, хороший дождик без града. Это сейчас просто необходимо. Странно и нынче лето. Ну, подождём осень. Посмотрим, насколько интересна будет она. Всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok